Сегодня мы будем искать середину облачка. Мы уже поставили текст, весь текст копируют этого файлика и поставили его более-менее в нужное место. Теперь нам нужно этот текст поставить в центр облачка, в этот мистический центр. В интернете можно найти кучу инструкций от различных дилетантов. Не только дилетантов, но и более-менее хорошие советы, где описывается, что центр облачка нужно взять и вычитать математически. Взять линейку, у нас есть инструмент пипетка, если мы на него нажмем, то там есть инструмент линейка. Мы ищем центр от одного края, тащим линейку в другой край, смотрим, какая у нас высота. Высота у нас 343 пикселя. Записываем. 343 пикселя на 2 не делится. Что же нам делать? 343 пикселя, еще там 59 сотых. Это число мы должны катереть на 2. Берем калькулятор. Калькулятор. Господи, не у меня калькулятор. Компьютер, компьютер. Это все программы. Господи. Я его не удалял. Конечно, не удалял. Не волнуйся. Стандартный калькулятор. Так, калькулятор. Специально возьмем вот самый крутой калькулятор. 343.59 будем делить на 2. Получается 171,795 тысячных. Это у нас будет центр по высоте, да. Дальше ищем центр по вертикали. Вот отсюда досюда. Смотрим. Ширина 161,03. 161,03. Калькулятор. Тогда цифру тоже надо записать. 171,795. Теперь 100. Сколько там было еще раз? 161,03. Делим на 2. Получается 8515. 8515. Теперь будем пытаться найти эту самую золотую середину. Так. Этот у нас идет 80, да. Ищем 80, 60. Вот тут у меня... Вот тут я смотрю ширину на это значение. Так. Значит, 80 и 500. Вот так, примерно. Вот это середина. Поставим точечку. Ой, у меня пропала линейка. Что делать? А-а-а. Как-то линейку сохранить, она осталась. Вот она, да. Вот эта линейка. Сейчас я поставлю так. Буква Б. Кисточка. И сюда тык. Вот она. Точка. Середина. А теперь ищем вертикальную середину. Нам нужно сверху 171 пиксель за 195 тысячных. 700. Так. 171, 160. Вот. Вот это. Вот это помимо оно. Вот оно. То есть помимо в этом месте нужно. Так. Буква Б. Кисточка. И вот эта точка. Середина. То есть это нужно стереть. И резер. Так. На стёбе. Это наш слой. Это золотая середина математическая. Чтобы её высчитать, сколько мы потратили, потратили времени? Минут 2-3. Наверное, так. И теперь нам нужно взять текст. О, нет, нет. Я её не тот перетаскиваю. Так. Текст. Где мой текст? Вот это мой текст. И тащим его. Вот эта точка, да, когда мы в режиме редактирования текста, вот эта точка – это середина нашего текста. И её ставим вот точно сюда. И вуаля! Это наша середина. Середина облачка. Но если мы посмотрим повнимательнее, да, уже как визуально на это посмотрим дело, надо, наверное, пониже поставить, да? Да, потому что у нас эта самая середина текста, она горизонтальная, но не вертикальная. То есть нужно ещё чуть пониже его поставить. Что ты будешь делать? Ниже ставься. Вот так вот. Вот эта середина. Вот у нас, значит, получается математическая середина. В принципе, довольно неплохо выглядит. Но тут не учитывается только одно. То, что математическая середина и визуальная середина, на самом деле, это две разные вещи. Когда мы смотрим на картинку, то визуально мы эту математическую середину хотим сдвинуть куда-нибудь. Нам кажется, что вот это… Допустим, я сейчас смотрю на эту картинку, да, я немножко смотрю чуть-чуть сверху вниз, получается. И мне этот текст хочется чуть-чуть повыше поставить. Буквально вот чуть-чуть, вот так вот. Чуть-чуть хочется повыше поставить. Вот это для меня середина, потому что это визуальная середина. А для меня середина чуть пониже, потому что я не такой вот такой. Да, у меня тут стоит рядышком ребенок. Он смотрит на картинку, получается, снизу вверх, да, немножечко. И для него середина, он хочет поставить середину чуть пониже. Дело в том, что это на психологии у нас зависит, это самое. И когда вот я дизайнером сейчас это самое, учитель дизайнера, и мы проходим на такую тему, что нам нужно определять середину в зависимости от того, где будет находиться наш конечный продукт. Допустим, если мы делаем плакат, который находится, будет сеть на улице, и мы будем стоять на него снизу вверх, то наша середина должна находиться ниже, чем математическая середина. Когда мы берем журнальчик, да, который там, распечатано вот так вот, меня видите, не видите, должны видеть, вот. Мы, допустим, взяли журнал, распечатали какой-то, и наша середина, мы как бы смотрим на картинку сверху вниз, и мы эту середину хотим поставить повыше сюда. То есть это как бы немножко на уровне психологии, на уровне, как сказать, под каким углом, короче, мы смотрим на картинку, под таким и нужно ставить серединку. То есть математические вот эти расчеты, которые мы только что проводили, они совершенно не нужны. Это все очень тупо, глупо, занимает много времени. Вот, так, что дальше хочу сказать. А, и дальше проблема у нас с мангой в том, что мангу мы читаем на мониторе и на телефонах. То есть мы никогда не знаем, какая середина должна быть точно она. Поэтому заморачиваться так сильно, искать вот эту золотую середину, пожалуйста, не надо. Это очень тупо, потому что мы не знаем, с какого устройства будет ставить человек на эту картинку, и под каким углом он будет ее смотреть. И каждый скажет, что это самое. Вы платите по центру ровно, да? Он скажет, что, ой, что-то как-то слишком низко поставлено, потому что он смотрит сверху вниз, допустим, да? Или, допустим, он лежит на кровати и вот так вот с телефоном читает и смотрит, что уже получается снизу вверх смотрит на картинку, и ему центр тоже вам ваш не понравился. Вы не сможете угодить всем, поэтому делайте, как вам нравится самому. Поэтому забудьте все, что там только что было промазать, промазать математические расчеты. Просто на просто ищите серединку, как вам больше нравится. И вот эти вот всякие линейки им пользоваться, это тоже занимает очень много времени. И времени, сил, а потом все равно будут люди, которые скажут, что они будут недовольны вашей центровкой, и вы будете рвать на себе волосы, нервничать и переживать по этому поводу. 7 минут я поговорила, и, пожалуй, на этом все. Про то, как дальше будем работать с текстом, будет уже на следующем уроке. Поэтому, пожалуйста, не заморачивайтесь, и не нужно так сильно стремиться к идеальной середине текста. Все, спасибо.